ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После непроложительного перерыва мы возвращаемся и вновь билл-билл-билл-болшебная палочка, и у нас в студии обратно появляется Денис Кореньковский. Ещё не так давно, буквально какую-то минуту назад, он был в Гималаях, придумывал новый конкурс и вновь телепортировался к нам в студию. Думаете, я соврал? Нет. Чистая правда. Да. Вот скажи, вот как давно на тебя нахлыло вот это вот чувство «я буду магом»? И вообще с чего ты взял? С чего ты появился? Это было уже больше 17 лет назад. Так долго? Да, мне папа показал первый фокус, который я узнал, я понял секрет. Он показал мне фокус со шнурком. Он вытаскивал шнурок, резал на две части, связывал на узелок, и потом шнурок волшебным образом становился целым. И я увидел, и пришёл, всё, я буду фокусником. То есть ты пошёл по стопам отца? Ну, не совсем, он умел делать только один. Ну, ты разгадал этот конкурс со шнурком? Да, я пытался долго, потом вышло так, что я разгадал его неправильно. Ну, в общем, отец рассказал мне секрет. Это, я чувствую, был первый секрет и последний, который тебе рассказали бесплатно. Ну, вообще просто рассказали. Хорошо, вернёмся к нашим фокусам, вернее, к твоим фокусам. Чудесным превращением. Вновь вилка в руках, нетерпеливо. Что с ней будем делать? Да, это вилка, я взял алюминиевую. Но не потому, что алюминий – это мягкий металл, а я взял такую вилку для того, чтобы люди не думали, что я использую магниты. То есть, чтобы отсечь этот вариант, берём металл… Я сейчас ко всем припустил. Вы думаете, вот это можно сделать магнитом? Продолжаем дальше. Этот металл не магнитится. Проверяйте вилку, к ней ничего не подсоединено. У тебя твои магниты будут какие-то? Так, волос, волос, не магнитится. Я закочу рукава, чтобы было вообще всё по-честному у нас. Так, сейчас самая серьёзная подготовка. Осторожно, что опять-то… Это тоже магия. Берём вилку. Так. Смотрите, очень… Сейчас вот на камеру. Не может… Я положу вилку на пол. Так. Смотрите внимательно. Боже мой, слушайте, ну она двигается. Она настоящая. А можно вас попросить? Поднимите, пожалуйста, вилку и проверьте, что к ней ничего не подсоединено. Ну что, нет никаких… Нет всё, никакой, ни верёвочки, ничего. Никакого вообще. Ну-ка сейчас, подожди. Пилите, сура, пилите. Не хватает, моих сил не хватает. Вот телекинез. Практически мы видели сейчас в прямом эфире. Простой человеческий телекинез. Ещё раз, конечно, вопрос. Это к любую стену, да, можно приподнять немножечко, да, то есть для того, чтобы пробраться. Ну или практически к любую. Практически, да. И скажи, пожалуйста, всё-таки реквизит, ну, необычный достаточно. Простые вилки, ложки. Встречается ли что-то и обычное, да, то есть простые обыкновенные карты, я так понимаю, да, то есть это как, ну, рядовые конкурсы в основном с картами происходят. Что больше всего нравится, да? Уничтожать предметы искусства, вот, или всё-таки создавать что-то новое? Ну, приятнее, конечно, создавать новое. Ну, на данный момент это очень сложно сейчас, потому что, ну, уже всё, практически всё уже придумано. Ну, вот если, к примеру, брать по эффектам исчезновение, появление телепортации, телекинез, левитации и так далее, это всё уже есть. То есть придумать какой-то новый эффект, ну, на данный момент это очень сложно. Вот, к примеру, не так давно был придуман фокус замораживания. Вот, ну, совершенно новый трюк, когда дышишь на монетку или дуешь просто, она моментально замерзает. Вот это новый трюк. А сейчас приходится, так сказать, переделывать фокус. То есть то, что уже было, что-то переделывать дойдёт. Ну, вот, я так понимаю, кладезь, самое важное, да, например, фокусы, которые я видел, о том, что когда удалённо удаляли фотографию с одноклассников. Вы представляете? Вот такой вот был фокус. На самом деле, с айпадами, с какими-то другими способами тоже дружишь с электронными технологиями. То есть не то, чтобы исчез айпад из кармана другого человека, да, но что-то из него появилось. Потому что я видел, что современные фокусники используют уже какие-то современные гаджеты. Ну, да, конечно, есть, ну, например, трюк, когда обычный айфон, ну, скажем, последней модели превращается в откусанное яблоко. А обратно? А обратно, к сожалению, пока не принимаю. Нормально. Ладно, я так понимаю, что обратно вот это уже очень сложно привести в единый состав. Оставлю обязательно на память. Что я могу сказать? Денис, скажи, пожалуйста, я так понимаю, что еще чуть-чуть и опять уедешь в гастроли. Где тебя сейчас можно увидеть? Где можно восхититься? Сейчас я еду во Владивосток. Так. И потом по Приморскому краю. Хорошо. А в Благовещенске, в Амурской области, где тебя можно увидеть? Где можно позвонить? Мне, пожалуйста, Дениса Кореньковского и восемь фокусов. Я ставлю тебе свой номер телефона. Так. Ну, а пока я здесь в городе нахожусь, я уже нигде не буду выступать. Все, пока это тайм. Все, приезжай из Владивостока. Сейчас для тебя каникулы. Будем ждать. В принципе, да, наконец-то. Будем ждать обязательно. Большое спасибо, Денис, за столь приятную, радостную беседу.